Память небесного покровителя, святого мученика Иоанна Воина, почтили прихожане строящегося храма на северо-западе Челябинска. В день престольного праздника литургию здесь возглавил митрополит Челябинский и Мияский Алексий. В день престольного праздника духовенство и верующие вспоминали небесного покровителя храма. Подчеркивали, Иоанн Воин был отважным проповедником Христа, но в то же время смиренным и милосердным, помогал другим людям. Владыка Алексей в своем обращении к верующим подчеркнул, у православных есть два крыла ко спасению, нужно верить в Бога и совершать добрые дела. Помните, на страшном суде Господь описывает его и говорит, вот те, кто не кормил, не поил, не питал, не помогал, те пойдут в осуждение. То есть вот два крыла, которые помогают нам достичь Царства Небесного, вера в Господу нашего Иисуса Христа, что Он наш Спаситель. И второе – это совершение дел, исходя из нашей веры. За помощь людям, милосердие и благотворительность правящий архиерей поблагодарил настоятеля храма Иерея Павла Крубатова. С 2023 года священнослужитель возглавляет социальный отдел Челябинской епархии. Все подарки к праздникам, поддержка больных, многодетных и обездоленных, помощь фронту на плечах отца Павла и верных прихожан. Так как у нас при храме социальный отдел, и естественно, что к социальному отделу приходят люди новые, создаются новые проекты. И поэтому много людей появляется новых. Это очень радостно, когда их потом в храме видишь, не только на социальном проявлении, не только на социальном проекте каком-либо, но уже на молитве в храме. Это очень отрадно, и народу становится больше, дай Бог. Социальная работа сдружила весь приход. Верующие даже называть друг друга стали иоанновская семья. У нас есть иоанновская столовая благотворительная, где мы кормим всех нуждающихся. И среди прихожан у нас есть активные такие деятели, которые посещают больных, ходят к бабушкам, которые не могут выходить из дома, покупают им лекарства, привозят их в храм на службы, посещают в больницах, помогают сестрам милосердия. После литургии верующих во дворе храма ждал концерт и фирменный плов с чаем. Особенно постарались к празднику приходские пекари и кулинары. Молодцы. Сами-сами свои пекарни, вот буквально в вагончиках, люди очень любят. Прихожан в храме порадовали булочками, пирожками и пряниками. У нас было очень много выпечки, у нас было очень много красивой выпечки. У нас была Анна Павлова, то есть большое красивое безе, выпечка была, запеканки были, всевозможные сладкие выпечки, пирожки. Ну то есть все, что у нас наши прихожане, все, что любят, у нас все это было и даже больше того. На приходе работает много кружков для взрослых и детей. Женщины шьют народную одежду, в ней и ходят на приходские праздники. Рукодельницы студии Пороскева представили выставку изделий и провели мастер-классы. Владыке Алексею показали необычные украшения с триколором. Мы делаем браслеты триколор, то есть российский флаг. Вот, в общем-то, несложный процесс, справляются даже детки. Но очень интересный такой вот браслетик. За разнообразными занятиями, помощью южноуральцам, богослужебной жизнью, незаметно, но последовательно продвигается и строительство самого храма. Внутри уже оштукатурили стены. В этом году собираются закрыть оставшуюся кирпичную кладку фасада, сделать ливневку вдоль здания по всем строительным правилам.